Хей ой, с вами шевики, и сегодня мы поиграем в игру быстрее, я попытаюсь снова ее записать уже четвертый раз, потому что я не знаю почему крашится видео, я не могу просто заснять данную серию первую. Эта игра называется Underlayless, Question of the Night, игра чем-то наподобие Hollow Knight, чем же вы узнаете немного позже, версия как вы видите у нас неполная, это альфа, либо бета, не помню уже точно, поэтому давайте начнем. Как вы видите, вот, я три раза пытался, ну первый раз я прошел, вышло у меня по идее, если не ошибаюсь, еще 3-5 серий, из этих 4-5 серий нормально все отредактировались все, кроме первой серии, поэтому да. Так, удалить, да, удалить сохранение, давайте новая игра, слотик. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слева у нас полоска ХП Три штучки, это у нас хилка Количество хилок Это наш уровень Ниже вы увидите Это Атаки Как вы видите, шарик это наш Типа стенда То есть, вот у нас три удара И все, он пропадает Мы можем увидеть статистику Это допустим, мир Да, вот глава первая Время игры, сколько Уровень Скверно-скверно Это количество Это опыт Набираем 140 А поймем сюда второго уровня В зависимости от уровня у нас поднимается атака Ну вы сейчас запомните, что у нас 50 Потом поймете Остаток Это у нас, так сказать В дальнейших сериях я вам Это буду обсуждать Выбранные души Наносят удар мечом Можно одновременно двигаться И атаковать Не требует перезарядки Но одновременно Использовать несколько духов нельзя Прибывший в запределье Рыцарь В черных одеждах Сохранил сознание Даже превратившись в скверного Черный рыцарь Как вы видите Перезарядки 0 Использование бесконечно Потому что это наше, так сказать Основное оружие А реликвии Это как раз Что я говорил Насчет Холлонайта А занят Это сколько у нас может С помощью предмета Быть, так сказать Занятости Это вот сколько у нас всему Может быть Амулетов Жерелев Всего такого Короче, артефактов Это то, что у нас сейчас Имеется Ну, подсказки и карты Вот по легенде Вы видите Что, как выглядит Окей, давайте сразу Что можем увидеть Здесь на кране Во-первых, это Передний фон есть Передний фон Зона, где мы с вами Движемся Вот, да, территория Задники Вот, задники И задники задников А еще, если дальше Вы увидите Задники, задники задников Так, при первом прохождении Сразу же тоже сюда пошел Чтобы узнать Что же здесь Тут какие-то есть врата Которые не открываются Закрыто А статуя белых жриц Большой каменной статую Изображающая белый жриц На сохраненной статую Выбита надпись Белая жрица зари На разрушенной Белой жрице ветра Так, как вы видите Мы вот можем прыгать Атаковать в воздухе Но видите Анимация атаки В воздухе Ничем не отличается То же самое Что и на земле Также она умеет Уворачиваться Уклоняться Уворачиваться Единственный минус Здесь Это то Что враги Могут нас Атаковать За счет Касания Не бойся Используй мою силу У тебя точно Должно получиться Это так сказать Самый начальный Нас просто Учат Как атаковать Переходы У нас Выглядят Вот таким вот образом Поэтому можно Довольно легко Упустить В место Куда нужно Заходить Проходить Так Вот враги Как враги атакуют Все враги Вот Вы видите Да У них загорается Такая херня Над головой Это значит Он будет сейчас Атаковать Желтенькую полосочку Видите Желтая полосочка Это Стамина у врага Когда она заканчивается Враг становится В ступор На какие-то Миллисекунды Поэтому это не очень В воздухе Мы наносим На несколько процентов Меньше урона Не знаю Насколько процентов Меньше Но меньше Как для Альфа Нам дается Большая зона Которую мы можем Исследовать Письмо Элейн Сигрит Передай амулет Белой жрице Такой жерель Я даю Всем жрицам Но в этом Я заключила Защитную магию Защитный барьер Можно восстановить Даже если Он будет сломан Но с этим Справится только Белая жрица Рассчитываю на тебя Элейн Так Ломаем Фиговинки Это типа Разрушаем предмет Из них могут Что-то выпадать Так Осколок амулета Часть разбитого Амулета Которые носят Белые жрицы В мелких Осколках Еще осталось Немного Силы Света Вот Мы с вами Сломали дверь Нужно Чтобы они Сделали Чтобы За закрытой Дверью Не было видно Что находится Дальше Потому что Так мы Можем сразу Так сказать Придумать План Как Все Сделать Книга Скверны Первая Если Принять Скверну То В теле Возникает Опухоль Которая Подтачивает Душу Что есть Источником Силы Для тела Духа И сознания Из этой Опухоли У тела Появляются Невероятные Способности К регенерации И она Становится Фактически Бессмертным С Течением Времени Движения Тела Отделяются От сознания И Оскверненные Подгоняемые Ненавистью И злобой Присущей Скверне Сходит с ума Короче Здесь какая-то Зараза Устала Но Выдохнем Вот Это наше Место Отдыха Где мы Можем Сохраняться Ну а здесь Сохранение Каким образом Происходит Смотрите Есть быстрое Перемещение Она еще Недоступна Духи Реликвии Усилия Сохранить Что влияет Сохранением Мы Сохраняемся Не свой Прогресс А мы Сохраняемся Там где мы Хотим Чтобы потом А я сяду На вторую Лавочку Которая Дальше Но не Сохранюсь При смерти И окажусь Здесь Там где Я сохранился Книга Скверн Вторая Отчаясь Отмечаются Случаи Когда Оскверненные Сохраняют Сознание Это самое Страшное Удерживающие Сознание Страдают От нескончимой Муки И будут Мучиться До тех пор Пока Сознание Не покинет Их То есть Практически Вечность Единственное Спасение Тех Кто стал Это чудесная Сила Белой Шрицы Здесь Также Есть Секретки Как вы Видели До этого Я тогда Подошел И секретка Раскрылась У В каждой Врага Есть Несколько Типов Атаки Но Они Запоминаются Их Можно Доджить Легко То есть Можно Если Зная Расстояние Вы Можете Просто Стоять На Расстоянии От Врага Вот Так Происходит Отхил Если У нас Фул ХП У нас Ничего Не Тратится Я уже Как вы Понимаете Много Вот Секретка Тоже Много Раз Это Прохожу Поэтому Я знаю Более Менее Куда И Мы Это Очень Серьез Пустера Пройдем За Первый Раз Я Прошел За 24 Минуты До Первого Босса Дошел А Да Прыгай И Используя У ворот Мы Намного Быстрее Передвигаемся Оу Отхилимся Так Так сказать Эти осколки Только у нас Увеличивают Нашу ХП Поэтому Да Такого Радикального Тут почти Ничего Нет Ну Кроме Амулетов Типа Ну Вы Понимаете Это Дарк Ну Хотя Это Даже Тяжело Назвать Дарк Потому что Здесь Минуты Амины Короче Это Hollow Knight Hollow Knight 2D 2D Игра Метроид Войне Второй Вы можете Сейчас Увидеть У нас Увеличился Урон Сводила В чудовищ Их Превращала И говорили Что родилась Она Из Зависти И проклятый Народ Древнего Что раньше На этих землях Жил Скверна Людей Поражала И тех Кто принял Ее Оскверненными Прозвали Это Так сказать Чтиво Вот видите Вот там Бессмертные тени Принявшие Скверну Их Называют Оскверненные Так Сейв зона Как вы поняли По Составочке Которые Когда я Выбирал Сейв Была Именно Эта лавочка Вот видите Есть Передник Еще передник Зона Задник 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 Задники И задники Вот видите Это очень хорошо И прикольно сделано Так Сейчас будет Первый босс Здесь Все пропитано Скверно Будь осторожны Чтобы защитить Крушить 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 Первый босс Довольно Простенький Сестра Сири Снова У каждого босса Есть Показатель Как он Атакует Поэтому Подхай Такую Все Как я понимаю У каждого Босса Есть Несколько Фаз У этой Тоже Есть Фаз Ой Все Ведь Мой долг Был Защитить Я восхищалась Былой Шри С Источником Единственной Надеждой В Противостоянии Бессмертным Москвом Став Несколько Доброй Несколько Доброй Несколько Хорошее Улыбкой Став Забеж Став И я не могла бороться с миром, и не требовалось шерстовый ритм. Но теперь я попроси тебя, что в такое время мы будем с ней. В мечети, в мечети была выбрана нас. А мы с салой ли, и взял это иду о вашем. На этом хоть и не могла с... Слушайте, когда нас в... Слышите? Идя пошли. В стуну слились, и глава шерстового дам смерти. Я в рыло лилю, и луплю, и луплю, и луплю, и луплю, и луплю, и луплю, и луплю. С тех пор дождь не окончался. Духи, страсти, вращая железную шерстовую врагу. Духу, помощнику нижняя перезарядка, нужная перезарядка, и кличе своего применения ограничено. Но его можно использовать с другими духами. Сегри защищала белую жрицу Лили от врагов в соборе. Но в итоге из-за бесконечных битв безумное поглотило ее. И двойной прыжок мы получили. Ее сознание захваченное скверной очистилось. В воспоминаниях она называла тебя Лили. Наверняка это и есть твое имя. Если проследовать за воспоминаниями о скверненных об их жизни. Может и ты что-то вспомнишь. Понимаю, тебе тяжело, но ты можешь двигаться. Вот, все, получается, мы с вами получили достижение этого наше задание, как вы видите. Ну что, давайте тогда, думаю, мы на этом с вами закончим. Дальше идет новая лока. Ну, вы видите, прикольно сделано. Здесь довольно детализировано все в плане... Ну, всякие мелкие, да, вот детальки. Частички. Прикольно сделано. Поэтому мы с вами на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем удачи и всем пока.